В Чувашии побывали участники комбинированного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Дня Победы. Военнослужащих поприветствовал в Рио глава республики. Предполагалось, что на протяжении маршрута военнослужащие Восточного военного округа будут проводить различные патриотические мероприятия. Однако ситуация с коронавирусом в стране заставила от этих планов отказаться. Но сама идея перехода не изменилась. Мы как раз и должны расширять информацию о людях, о подвигах, о значимых событиях. И, конечно же, когда вы прибываете в регион, это же как раз лишний повод для того, чтобы сконцентрировать все эти события вокруг этого действия. Поэтому вам спасибо за то, что вы делаете такие сквозные мероприятия, объединяете регионы. Военнослужащие Восточного военного округа выдвинулись из Хабаровска в конце января. Сейчас за их спиной уже 8 тысяч километров. Цель комбинированного перехода – доставить на Красную площадь копию Знамени Победы. У нас комбинированный переход. Где-то мы и шли на лыжах, где-то пешком, где-то на снегоходах, на снегоходах в Сепке. Сейчас уже снега, конечно, нету. Сейчас идем пешим маршем, велосипеды, квадроциклы. Прошли уже практически 8 тысяч. Осталось два больших города, и мы в Москве. В Чувашии у них переподготовка, смена экипажа и дальше в путь. Дойти до Москвы участники перехода планируют 7 мая. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.